Россия и Африка открываются друг к другу. Страны готовы обмениваться не только культурой и традициями, но и помогать развивать предпринимательство. Участники экономического и гуманитарного форума «Россия и Африка» в Санкт-Петербурге перебрались в подмосковные Химки, чтобы закрепить налаженные связи. Я считаю, что действительно сегодня у нас большие возможности, о которых предприниматели Подмосковья, предприниматели города Химки должны знать. Правительство Сенегала готово принять у себя в стране предприниматели, готово им помогать развиваться, готово оказывать на уровне правительства, подчеркиваю, поддержку всякого формата, в том числе и финансирование. С одной стороны, российские технологии, строительство, сельское хозяйство и медицина. С другой, богатейшие недра Африки и ее природы. Взаимодействие потенциалов обеих стран, уверены участники саммита, даст превосходный результат. У нас есть потребность по мусору. С помощью Артур Маратовича мы нашли какие-то фирмы, которые готовы сопровождать нашу страну, чтобы решить этот вопрос. Богатые опыты и собственные наработки позволят решить не одну проблему дружественной страны. Переговоры сторон уже начались. Люди поняли Африка. Мы поняли, что будущее это Россия. Будущее не Европа. Будущее это здесь. Все люди, которые были здесь, очень рады. Я не встретил человека, который говорил, что вот этот форум не очень хорошо. Все говорили, что очень хороший, очень хороший. Африканскую делегацию в Химках встретили с соблюдением всех исконно русских традиций. Хлебом с солью, народными песнями и плясками. Ведь международный бизнес невозможен без обмена культурным наследием государств-партнеров. Андрей Липанов, Нина Липанова, Вильфрид Дембковский. Новости Химки ТВ.